Седьмая по Ленинскому городскому округу образовательная территория естественно-научной и технологической направленности открылась в Лопатинской школе. Свою точку роста в этом учебном году смогут найти и любознательные мальчишки и девчонки уже с пятого класса. Нам нужны и медики, нам нужны и химики, нам нужны биологи, нам нужны люди, которые будут поднимать наше российское производство. И поэтому мне кажется, что точки роста это тот самый старт, который возможно потом даст какие-то плоды спустя, ну я не знаю, какое-то время. И это будут очень качественные специалисты, которые будут помогать в развитии экономики. По задумке автора федерального проекта «Современная школа» с открытием таких научных пространств учащиеся всех сельских учебных заведений получают новые возможности для развития роста. Поставлено цифровое оборудование по таким предметным областям, как физика, химия, биология, робототехника. И я уверена, что это даст мощнейший стимул и для педагога, и для детей в более серьезном изучении этих предметов, ну и, конечно же, в проектной деятельности. После торжественного открытия почетных гостей, родителей, преподавателей и учеников школы пригласили на мастер-классы, что проходили в трех профильных кабинетах химии, биологии и физики. Для того, чтобы у нас были точные измерения, мы должны каждый опыт проделать три раза, и тогда у нас получится точное измерение. Председатель родительского комитета Игорь Голобурда с удовольствием послушал все, что рассказывали преподаватели, пообщался с ребятами и оставил свои пожелания на стене в классе биологии. Руководство школы и весь педагогический состав делают все для того, чтобы каждый учащийся в школе реализовал свой потенциал, получил те знания и, получив эти знания, нашел себя в жизни. Для ученицы восьмого класса на Астине Федовой открытие было особенно волнительным. Она выступала в качестве ведущей, но для себя интересную информацию найти успела. Я учусь в школе четыре года. Химия у нас новый предмет, но пока интересно. Вообще очень хочется понять химию. В дальнейшем собираюсь поступать в медицинский вуз, поэтому интересно. За несколько лет, что работает школа, количество учеников выросло в разы. Популярность учебного заведения растет. Родители знают обо всех передовых образовательных методиках, что используются. Теперь к уже существующим основным программам и дополнительным проектам развития добавилось еще одно – новое. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.